Байден отличился на этой неделе не только тем, что назвал Путина бешеным сукиным сыном, затем прошелся по Нетаньяху, а недавно назвал Трампа больным ублюдком. Президент Байден, президент США Байден снова с хамским высказыванием ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу, он сказал ваш адрес сумасшедший сукин сын. Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать, Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить, Байден. Байден начал все чаще сквернословить. Это тоже нередко проявляется у людей с деменцией. Спящий, жуликоватый Джо встретился с семьей Навального. Это был для него больший элемент внутриполитических баталий в Вашингтоне. Никакой скорби с его стороны, конечно, не прослеживалось. Так Байден всего лишь навсего пытался оказать давление на изоляционистов в Конгрессе, требуя выделить транши на войну с Россией. Но папа Байден, так мило называют его нелегалы, уж совсем плохо. И сразу после встречи с Юлией Навальной почему-то назвал ее Иоландой. Вероятно, у Байдена опять флешбеки из прошлого. Он также путает Украину с Ираком, Макрона с Миттераном, Меркель с Колем. Байден живет где-то в своем мире 40-летней давности. В вопросах сразу 86% американцев считают Байдена неспособным для переизбрания на второй срок. Рейтинги Байдена тоже составляют желать лучшего. 2 трети американцев относятся негативно к политике Байдена в области экономики и внешней политики. Команда Байдена продолжает упрямо делать упор на внешней политике, хоть там у них одни провалы. И пытается представить себя спасителями демократии. И вовсе от России, и Китая, внутри США, от Трампа. Впрочем, такая отчаянная риторика не особо резонирует с избирателями, уставшими от бесконечных кризисов и хаоса эпохи байденизма.